Был такое время, ну начиналось все это еще в Советском Союзе, были так называемые пионерские лагеря. Туда съезжались дети из разных семей, отдыхали, занимались разными, в кружках разных, разным спортом и так далее и тому подобное. А потом, во время развала Советского Союза, эти пионеры лагеря переименовали в детские оздоровительные лагеря. Ну вот на самом деле, кто-то наверное увидит там какие-то минусы, какие-то плюсы. Вот лично мое мнение, там было гораздо больше плюсов. Во-первых, это было здорово тем, что дети жили в коллективе, дети привыкали общаться, дети привыкали находить общий язык, дети, скажем так, социально адаптировались. Во-вторых, дети были всегда заняты, дети были всегда под присмотром, то есть это различные тематические занятия, это различные спортивные кружки, это огромное количество различных мероприятий. Это все было на свежем воздухе, то есть это было полезно для здоровья, там было сбалансированное питание, там был постоянный режим, который всегда соблюдался. На самом деле, плюс, это был большой плюс для тех, кто приезжал туда работать с вожатыми. Вожатыми зачастую приезжали люди работать из педагогических институтов, из педагогических колледжей. И это была прекрасная для них практика. Со временем все это угасло, угасло. Нет, сейчас, конечно, еще есть какие-то детские оздоровительные лагеря, там турбазы, там еще что-то, но и стало гораздо меньше. Было время, когда вот их было много, и вот как раз-таки вот об одном таком вот заброшенном пионерлагере у нас в Нижегородской области, пионерлагерь под названием «Старт», детский оздоровительный лагерь «Старт» впоследствии, сегодня мы покажем в нашем ролике. Вот это было здание клуба. Здесь проходили дискотеки. Сейчас мы... Ну, там не только дискотеки, но и разные мероприятия. Сейчас мы попробуем в него заглянуть. Вот так вот теперь выглядит этот клуб с другой стороны. А вот здесь вот стоял память дедушке Ленину. Вот так вот сейчас выглядит стена клуба. Здесь когда-то были окна. У нас сейчас здесь все раздолбано. Вот. И сейчас мы попробуем пройти туда внутрь. К сожалению, там вот видно, что разбиты все полы. Сейчас мы посмотрим, что там внутри. Вот так вот теперь выглядит клуб изнутри. Вот здесь вот была сцена когда-то. Сейчас практически этой сцены не осталось. Здесь тоже были большие окна. Лавочки стояли вдоль стен. Вот на стене остатки картины. А ведь когда-то здесь выплясывали дети. Вот это вот вход в рубку диджея. В принципе, он здесь жив и жил. Сейчас мы посмотрим, что там осталось внутри. Вот здесь вот мы видим сразу же автограф 98-го года. Вот здесь вот была комната, где, в принципе, как раз-таки диджеи и жили. Сейчас мы попробуем пройти дальше. Егорка, будь осторожен. И никогда не ходите без взрослых по таким местам. А в некоторых делах кто-то здесь? Вот здесь вот мы видим 97-й год. Вот сюда, наверное, какие-нибудь севалили? Здесь вот пол провален, поэтому лучше сюда не заходить. Но тем не менее, здесь вот довольно много оставлено автографов. Вот самый, наверное, 2000-й год. Есть вот 98-й год. 96-й. Такие прям совсем вот старые совсем остатки. Старые совсем надписи. С учетом того, что сейчас идет 2021-й год. Особенно, конечно, приятно увидеть, что здесь до сих пор сохранились надписи с 98-го. Дети вообще жили в корпусах. Корпуса были из дерева. Ну, как сегодня модно, наверное, говорить экологически чистых материалов и так далее и тому подобное. В общем-то, вот я сам отдыхал в таком лагере. И могу сказать, что, ну, комфортно. Не холодно, не жарко. Самое оно было. Ну, может быть, конечно, для кого-то сейчас покажутся дикими такие условия. Ну, еще что-то. Ну, вот я, например, в моем детстве у нас, например, даже умывалка была на улице. Ну, был домик там, естественно. То есть, из корпуса нужно было выйти, сходить в эту умывалку, там, почистить зубы, еще что-то там. Какие-то свои гигиенические процедуры выполнить. Она была холодной, с холодной водой. Но, тем не менее, это еще и было прекрасное закаливание. В общем-то, по большому счету могу сказать, что это был один из способов, скажем так, улучшить здоровье детей, которые там отдыхали. Вот так вот корпуса, где когда-то отдыхали дети. И вот в один из этих корпусов мы сейчас зайдем. Вот сейчас вот так вот выглядят эти корпуса. Совсем они все заброшены. Все совсем оглупилось. На сегодняшний день таких лагерей осталось, ну, скажем так, мало. У нас здесь в Нижегородской области, как раз-таки, вот, если брать поселок Линда и рядом с ним находящиеся лагеря, там у нас за речкой было три лагеря. Это автотранспортный лагерь Линда, железнодорожный лагерь имени пионера Вали Котика и вот лагерь Старт. Сейчас ни один из них не функционирует. К большому сожалению, я считаю, что это не совсем правильно, что нужно, как бы, видеть все это немножко с разных сторон. Но элементарно, в конце концов, родителям тоже в какой-то определенный момент нужен покой. И когда ты отправляешь на смену в лагерь своего ребенка, ну, может быть, есть возможность заняться какими-то своими делами, какими-то там планами, которые у тебя никак не получалось сделать. Я не хочу сказать ни в коем случае, что дети кому-то мешают, там, или еще что-то, но иногда отдых нужен. И поэтому тут, как бы, вот, обоюдо выгодные условия были и для родителей, и для детей. В конце концов, дети там находили друзей, дети находили какие-то общие знакомства, новые знакомства для себя. Возможно, у них появлялись какие-то новые интересы. Это было, правда, веселое, классное время. К большому сожалению, сейчас, конечно, с этим гораздо проблематичнее. В конце концов, даже просто купить путевку в тот же Артек, ну, наверное, было бы круто, но все-таки лагерь на берегу Черного моря. Но дорого. Не для всех это по карману. А те лагеря, это было место отдыха, место массовых мероприятий, и тем не менее, это было доступно. Я считаю, что нужно было бы, стоило бы вернуть, конечно, эти все пионерлагеря, но... Как мы видим, все это только становится хуже, 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 приходит в упадок. Ждите наших новых роликов. Попробуем снимать как можно больше природы. Мы стараемся для вас. Попробуем. Попробуем.